Это ответ на вопрос, извечный вопрос, едят ли балерины сладко. Нарядные пухлые булочки только выпрыгнули из горячей печи. Хорошенькие-прихорошенькие, кругленькие-прикругленькие, вкусненькие-привкусненькие. Веселый кондитер облил их розовой глазурью, потом они прыгнули на лоток, лоток погрузили в маленький аккуратненький грузовичок, и он запыхтел, заторопился доставить булочки в театральный буфет для артистов. В буфете булочки радостно уселись, в витрине и заулыбались всем вокруг, словно говоря, съешьте нас, мы очень-очень миленькие. Народу было много, буфетчица еле успевала подносить, наливать и накладывать. Но вот в буфет вошла компания длинноногих девушек, одетые в разноцветные вязаные комбинезончики. — Ах, какие чудненькие девочки! — подумали булочки. — Прямо эльфы. Кому же мы достанемся? — Не хотите ли булочек? — спросила толстая буфетчица Зина. — Ну что вы, Зина! — строго ответили девочки-эльфы. — Балерины не едят булок. Булочки захлопали своими глазками и изюмками, и глазурь начала сползать с них от огорчения. — Какой ужас! — започтали они. — Да что же мы зачерствеем здесь в этом царстве эльфов? — Не беспокойтесь, — сказала лежащая на соседней тарелке килька в томатном соусе. — Сейчас придут оперные артистки, и вы не задержитесь. И действительно, двери распахнулись, и в буфет вошла громкая компания милых жизнерадостных женщин. Они что-то бурно обсуждали, жестикулировали, и не успела буфетчица Зина обратиться к ним с вопросом, как каждая уже заказывала по две булочки и кофе с молоком и сахаром. Все они расположились за соседними столиками — девочки-эльфы и оперные артистки. Певицы аппетитно ели булочки, нахваливали, улыбались. Балеринки сидели задумчивые и наблюдали, как одна за другой исчезают милашки-булочки. Вот поднялась одна балеринка, за ней другая, третья. Они подошли к буфетчице Зине и сказали, — Дайте нам булочек, пожалуйста. — А сколько вам? — Одну? — балеринки молчали. — Две? — Три? Нам все оставшиеся выпалили балеринки, теперь они тоже улыбались. Спасибо. Спасибо.